Вы все, конечно, хорошо знаете теннисную школу Валан. В нашем следующем репортаже мы познакомим вас с новыми чемпионами этой школы и побеседуем с ее руководителями. Передаем микрофон Игорю Тучинскому. Доброе утро, дорогие друзья. Как вы знаете, теннис один из самых популярных видов спорта на планете. И наш город, наша страна не исключение. И сейчас мы находимся в помещении очень известной теннисной школы. У нас в Торонто, не только в русскоязычной общине, но и в других общинах. Это теннисная школа Валан. Школа, которая в этом году отмечает свое десятилетие. Я с удовольствием поговорю сегодня с одним из руководителей школы, с юными спортсменами. И, наверное, пригласим всех вас, вернее, ваших детей, потом прийти в эту школу и попробовать свои силы в теннисе. Сейчас рядом со мной, вам всем хорошо знакомы, я Любовь Барышева, менеджер школы Валан. Мы с ней неоднократно встречались в программе Микс ТВ. Люба, я только что сказал о том, что ваша школа отмечает десятилетие. Могли бы мы вернуться немножко в историю и вспомнить, как это все начиналось? Все начиналось с очень маленького клуба. Это был один корт, который мы построили своими собственными руками. Идея открытия своей школы, естественно, принадлежала Валерию Анатольевичу Ягольнику, который до сих пор является и директором этой школы, и главным тренером. Всю свою жизнь он проработал в теннисе, это уже более 40 лет, и поэтому, когда он приехал в Канаду для работы, он решил создать свою школу, потому что накопился опыт, накопились знания, и хотелось попробовать сделать что-то самостоятельно, чтобы видеть результаты своего труда. Вот так возникла идея создания школы. Люба, скажите, пожалуйста, от какого до какого возраста в основном занимаются у вас дети? Дети приходят сюда в возрасте от 4 лет, иногда это бывает даже 3,5, когда родители особенно настаивают и видят, что их ребенок физически готов к выполнению упражнений, и где-то в возрасте до 16 лет. А дальше уже идет определение, то ли дети выбирают школу, уходят в хай-скул, или же они выбирают для себя профессиональный теннис. Поэтому пока мы ориентированы до возраста 16 лет. Безусловно, за эти 10 лет сделано очень много. Вот мы сегодня покажем нашим телезрителям кубки, которые... Это, наверное, маленькая часть кубков, которые школа получила. И все-таки самые яркие моменты вы можете сейчас подчеркнуть в жизни школы? За 10 лет через нашу школу прошло обучение свыше тысячи человек детей. Я для себя это как-то просчитывала. И вот такая цифра. Это и бегинерсы, это и дети, которые занимаются просто для себя теннисом. И в то же время в школе появились очень яркие звездочки. Одной из таких теннисисток была для нас Катя Себова. Она пришла в возрасте 8 лет. И вот сейчас она играет на очень профессиональном уровне. Она уже играла юниорский Уимблдон, US Open, Australian Open. И показывает очень высокие результаты. Этот ребенок начал заниматься теннисом у нас. Мы очень дорожим связями с ней. В этом году она приходила к нам на сборную Валана. Показывала свое мастерство. Играла с нашими детьми. И помимо Кати было подготовлено еще несколько первых ракеток Канады. Это Саша Архипова. Вы сможете увидеть ее и поговорить с ней. Второе место в Канаде занимала Ариана Арсено. И сейчас по возрасту у нас есть 10-летняя девочка. Ей 11, вот исполняется 19-го числа. Это Даша Плеханова. Она по своему возрасту тоже первая в Канаде. И в синглс, и в даблс. Скажите, пожалуйста, вот минувший год, 14-й, чем он порадовал и самих детей, и вас, и тренеров? Это был действительно значимый год для нас, потому что такая организация, как Теннис Кеннеда, впервые оказала очень существенную поддержку нашей школе. На наших детей обратили внимание, и был создан фонд поддержки наиболее талантливых и способных детей в Канаде. При помощи Милы Шала-Райнича он внес свою лепту в создание этого фонда. И было выделено 6 грантов на всю Канаду, от Британской Колумбии до Квебека. И из этих 6 грантов, 2 гранта досталось ученикам нашей школы. Это существенная, очень значимая помощь. Помимо этого, дети нашей Академии в этом году играли соревнования в Европе. Их возила тоже Теннис Кеннеда. Это существенная помощь для родителей, потому что финансовая сторона в Теннисе очень такая весомая. И эти дети принимали участие в различных соревнованиях и показали очень хороший результат в европейских турах. И еще одно событие произошло для нас, тоже важное. Спонсорская организация, такая как Бабалат. Бабалат Кеннеда заключила 2 контракта с нашими игроками, с Александрой Архиповой и с Арианой Арсено. И организация Бабалат Интернешнл выделила 2 контракта на всю Канаду. И среди этих двух, также Арианой Арсено, мы получили этот спонсорский грант от Бабалат Интернешнл. Что является признанием высокой работы, которую проделывают тренеры нашей Академии под руководством Валерия Ягольника. Понятно. И будет лето. Я знаю, что традиционно летом вы проводите лагерь, для того, чтобы дети не только бегали по улицам, но лучше занимались полезным делом, спортом. И расскажите немножко о лагере. Да, традиционно, как и все теннисные школы, мы обычно проводим лагерь, приглашаем детей на летние программы. Да, у нас места будут, пожалуйста, можно будет подходить. В это время очень много тенниса мы даем. Концентрируемся именно на том, чтобы поднять уровень игры детей за летний период, потому что во время кемпа дети получают где-то до 5 часов тенниса в день в наших кемпах. Горячее питание, бассейны, свежий воздух, подвижные игры, все это будет обеспечено. И обычно дети после кемпов приобретают очень хорошую форму. Спасибо, мы еще об этом сообщим нашим телезрителям, читателям нашей газеты. Я бы хотел сейчас поговорить с вашими девочками, с теми, кто достиг уже серьезных результатов. Ну, а сейчас я задам ряд вопросов будущим чемпионам. Представься, пожалуйста. Арина Артемьева. Арина, расскажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься теннисом? Где-то года три. Года три. А каких результатов ты добилась? Ты выигрывала соревнования какие-то большие? Расскажи, о каких соревнованиях ты выигрывала? Роман Кап. В Отове заняла первое место до 10 лет. Ну, молодец. А скажи, а вот ты с удовольствием ходишь тренироваться. Сколько недель ты тренируешься? Каждый день. Каждый день. А как в школе успеваешь? Не успеваю. Спасибо тебе большое. Ну, представься, пожалуйста, как тебя зовут? Арина Арсенал. Окей. Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты занимаешься теннисом? Ну, когда у меня было 4 лет. 4 года. Да. А сейчас тебе сколько? 12. И вот за эти 8 лет чего ты добилась? Каких результатов? Какие турниры ты выигрывала? Когда у меня было 10 лет, я выиграла турнир в Флориде в Лайомо. Я заняла первое место. Ну, и чемпионат в Онтарио я выиграла первое место в Синглзи Дабулз. Ну что ж, достаточно много и весомо. Скажи, пожалуйста, кем ты хочешь быть, когда вот закончишь хайскул? С кем? Кем ты хочешь быть? Вот, учителем, доктором, инженером. Кем ты хочешь быть? Теннис-плеер. Теннис-плеер. Будьте. С тобой, Саша, мы уже разговаривали в прошлом году. Расскажи, пожалуйста, о твоих планах и о твоих успехах. Ну, я вот на неделю назад выиграла до 14 селекшнс. В Европе была, там хороший результат показал, мне очень понравилось. Скажи, пожалуйста, а вот не поменялись ли твои планы в жизни? Ты по-прежнему хочешь быть профессиональной теннисисткой? Или все-таки ты хочешь, когда закончишь школу, быть кем-то другим? Ну, я еще хочу продолжать быть теннисисткой профессиональной. Меня зовут Даша Плюханова. Мои результаты были хорошие. Я заняла первое место на Литл Мо пару лет назад. И я хочу стать профессиональной, играть в теннис. Ну, что ж, девочки, девочки, большое спасибо вам за короткое интервью. Я вам всем желаю успехов. И я уверен в том, что с такими тренерами, как у вас, вы станете чемпионами и Умблдона тоже. Кроме старшей сборной Академии у нас появилась и еще одна. Мы набрали совершенно новый состав детей, группа из восьми человек. Правда, сегодня они в полном составе. Сезон, наверное, такой кто-то приболел. Но это детки, которые уже отыграли международные соревнования во Флориде. Многие из них показали великолепные результаты. Приехали домой обратно с кубками. И это надежда нашей школы. Мы надеемся, что именно вот из этих детей получатся очень хорошие игроки, которые придут на смену тем, кто сейчас блистает на теннисном Олимпе в Канаде. Вот среди всех этих деток второе место заняла Юлия Петрус. Среди девочек десятилетнего возраста вернулась домой из Флориды с большим кубком. И здесь у нас еще есть девочка, которую зовут Виктория Ленковский. Она тоже подает большие надежды. На сегодняшний день Виктория вторая в Антарио. Сезон, правда, еще только начался. Придется доказывать упорным трудом на корте и участвуя в соревнованиях, доказывать свой статус. Но потенциально очень хороший игрок. Вот это младшая сборная Волана. В заключении репортажа нам остается пожелать юным воспитанникам школы успехов в соревнованиях, а тренеров поблагодарить за отличную работу. Теннисная академия Волан приглашает.